Великое не передаётся словами, но наше время – это эпоха слова. Следуя этому мнению, для сохранения баланса необходимо, чтобы искусство оставалось в андеграунде. Что способно уберечь великое от убогости и ничтожности мира, если не диссидентство? Когда искусство андеграунда уходит в катакомбы? В нашем фильме вы узнаете, как общество самоосознанно отдаляется от высокого искусства. Благодаря чему или кому это искусство воистину задерживается в полёте грешного мира среди хаоса и никчёмных людей. Мы нашли того, кто поставил свою жизнь на кон сохранения и просвещения великого искусства миру. Конфуций сказал, кто постигает новое или старое, тот может быть учителем. Следуя этим словам, обучать – значит вдвойне учиться. Знакомьтесь, герой нашего фильма «Гармоний с собственной жизнью» Саша Окунь. В первый год своего переезда из Ленинграда на землю обетованную он с гармошкой, с гастролями театра «Хан» объездил весь Израиль. Считает себя израильским художником. Женат 51 год. Преподает 35 лет. Через него прошли тысячи студентов. Признанный педагог просветительской методики и рисунка в Иерусалимской академии Бецалель. «Очень любит преподавать, любит рисовать, любит делиться информацией и знаниями, любит учиться сам и просвещать других, любит проживать жизнь на сцене и в кино, любит рассказывать истории о жизни и о нас, о людях, о греховности мира, а главное – он не любит угождать обществу». Первый взгляд на его картины – это всегда шок. И чтобы разобраться, что художник хочет сказать, нужна некая эмоциональная зрелость. Каждая картина – это повышенный интерес к этой зрелости, к старению. Как человек, будучи зависимым от окружения и событий, впитывает явления окружающей среды вокруг себя. Каждое видоизменение – мышцы на теле, движения или морщинки на лице – говорит о страхе, отчаянии, напряжении, негодовании, испуге, о неизбежном, о страсти, радости, грусти, счастье, о прикосновении и ощущении любви. Как сказал Окунь, пусть в метафорической форме то, что он делает – это ответ на вызов к действительности. Старость – она тоже неизбежная, как и проходящая молодость. И она не так страшна, как молодым это преподносит рынок общества и толпы. Как подчеркнул мастер, красивых нас всех полюбят, а вот стареньких попробуйте полюбить. Они тоже достойны сострадания и внимания. Молодость необразована, безрассудна, неопытна, однако дерзка, смела, поддатлива. И потому Сашу интересует почтенность в старении, которая требует умения слышать здесь и сейчас, уважать личные интересы неравнодушных и глубокое признание к передаче знаний другим. Когда началась большая волна эмиграции из еще тогда Советского Союза, это 89-й год, то, естественно, много молодых людей появилось, которые хотели поступать в Битцаревле. И вот экзамен по рисунку. Теперь, как он проходит? Принимаю экзамен я и со мной два ассистента моих бывших студентов. Работы лежат на полу, расстелены, и они под номерами. Я не знаю, кто, что, ничего не знаю. И вот мы идем, и вдруг я говорю, о, говорю, ну-ка, смотрите, видите, вон тот рисунок? Это русский рисунок. Смотрите, потрясающе, как построено. Саша, потрясающе, потрясающе, гениально. О, говорю, вот еще один, видите, это русский рисунок. Где-то на 20-м рисунке я перестал восхищаться. На 40-м они меня стали утешать. Понимаете, это были прекрасные рисунки. И все, как яйца из одного инкубатора. Абсолютно одинаковые. И вот это вот изнанка того самого академического образования. Когда по точным методам людей учили, как рисовать. А я глубоко убежден в том, что прежде чем, и книжки, кстати говоря, все выходят, как нарисовать дерево, как нарисовать портрет, как рисуется пейзаж, все время как. Но дело в том, что прежде чем ответить на вопрос как, художник должен, на мой взгляд, задать себе два других вопроса. Он прежде всего должен понять, а что это? Это не так просто, потому что, а что такое табуретка? А табуретка это, на самом деле, такой бесконечный мир. Не зря там Джакометти сказал, что с сегодняшнего дня и до своей смерти я могу рисовать один только табурет. То есть ты должен понять, а что такое табурет, а что такое яблоко. Что это? Вот когда ты ответишь себе на этот вопрос, что не так просто. Тогда ты должен задать себе второй вопрос. А для чего? А зачем? Вот зачем я это делаю? Если я рисую табуретку, чтобы научиться рисовать, создать иллюзию трехмерного пространства, объекта какого-то, это одно. Но ведь я же могу рисовать табуретку для чего-то другого. Она может быть частью чего-то большего. Она, наконец, может быть тем самым бесконечным миром. А может быть, она, я хочу сказать, табуретка, она старая табуретка. И тогда это самое главное в ней. Я для того рисую, чтобы создать образ некой старинной вещи. И вот только, когда я себе отвечу на эти два вопроса, вот тогда я смогу задать себе вопрос, а как? А вот как я должен, каким образом я должен добраться туда, чтобы показать именно то, что я хочу? Понимаете? Нет унифицированного. Понимаете? Нету, нельзя разрывать. Однажды со мной приключилась смешная история. Я решил поспособствовать, так сказать, культурному сближению страны. Устроил встречу директора Музея современного израильского искусства с одной дамой, которая была куратором Ленинградского манежа. Ленинградского, Петербургского манежа. И, значит, они быстренько снюхались и подписали бумажки. Я был очень рад. Но я там был, почему? Потому что она знает французский, но не знает английского. А он знает английский, но не знает французского. Вот я оказался единственным, кто мог, так сказать, переводить во всех сторонах. Теперь, возможно, вы помните определение соцреализма. Помните? Да, что-то есть. А вот я помню, поскольку сдавал. Соцреализм – это стиль реалистический по форме и социалистический по содержанию. И здесь, собственно говоря, важно то, что разрывается понятие формы и содержания. Вот есть форма, давайте мы возьмем вот этот горшок и наполним его вот этим содержанием. Но это неправильно. Потому что то, как – это и есть что. А что – это как. Не зря там Буфун говорил, что человек – это стиль. Вы можете сказать – это стул, но вы можете это сказать по-разному. И то, как вы скажете, оно совершенно изменит. В искусстве все решает интонация. Вот я своим студентам привожу очень простой пример. Вот предложение. «Я хочу есть». Оно нейтральное. Казалось бы, в нем есть смысл. Но это не так. Потому что смысл в него приносит интонация, с которой я говорю. К примеру, я говорю – «Я хочу есть». А это значит, да помрите вы все. Такое мне дело. Вот я хочу есть. Я. Я хочу есть. Это значит не гулять, не пить. Я хочу есть. А еще могу сказать так. Я хочу есть. А это значит, что я сам не знаю, чего хочу. То есть три разных смысла в одном предложении. Правда? Так вот. Так вот. Форму нельзя отрывать от содержания. Потому что что – это как и как – это что. Ежели вы пьете одно и то же вино из бокала венецианского стекла или из картонного стаканчика, это будет два разных вина совершенно. Вот. И вот тут представьте себе. Они значит снюхались, подписали бумаги. А дальше директор, главный куратор нашего музея говорит мне. А теперь скажи ей, что мне абсолютно не интересует, что умеют ее художники. Мне интересно, что у них в голове. Я понимаю, что он, как махровый соцреалист, разрывает форму и содержание. Понимаете? И в этом удивительный парадокс, что, казалось бы, современный постмодернистский тренд, да, всемирная постмодернистская идея, она на самом деле соцреалистическая. То есть она тот же заказ, все то же самое. Форма отрывается от содержания. Но оторвать форму от содержания – это, знаете, как отрубить голову и потом ждать, что… и там попытаться из этого что-то сделать. Нельзя, нельзя. Человек не сможет ничем заниматься без головы. То есть все это вместе. Все это вместе. Поэтому формальное обучение в Советском Союзе, я учился в Советском Союзе, академическое, оно было выхлощенное и обздушенное. Оно ставило, вот надо научить нарисовать табуретку, скажем, правильно. А что такое правильно? А что такое правильно? Что такое вот перспектива? А есть несколько перспектив. Есть перспектива вот итальянская, которую там мы все учили и говорили перспектива. Но перспектива, скажем, египетская перспектива, она ничуть не хуже, она тоже перспектива. Понимается своими законами. Просто любая перспектива… А что такое перспектива? Перспектива – это способ, при помощи которого вы трехмерное пространство переводите в двухмерное. Правда? Потому что вокруг нас трехмерный мир. А живопись, рисунок – он двумерный. И, значит, способ, как это перевести, называется перспективой. Но перспектива – это идеология. Она обслуживает мировоззрение эпохи. То есть египтяне не от того, что голову делали в профиль, а глаз – фас, потому что они не видели и не умели, а потому что они передавали информацию. И глаз с фаса понимается проще и легче усваивается, а голова – она лучше усваивается в профиль, понятнее. Потому что нарисуйте-ка нос спереди. Тут у вас начнутся проблемы с ноздрями, и то, и все, и пятое, и десятое. Поэтому они совершенно спокойно совмещают в одной работе разные, так сказать, ракурсы. И это перспектива. Обратная перспектива. Это тоже результат идеологии. Потому что все люди видели одинаково. Мы все видим точно так же. Египтяне видели, что все идет в одну точку. И средневековые люди. Но дело в том, что опять-таки в средневековье все люди верующие, и все поголовно неграмотные. И такой клиент приходит в церковь, и там что он видит? Он видит фрески. То, что папа Григорий называл «Библия для неграмотных». И все линии ведут к нему. То есть он центр, от него все зависит. Вот как я буду себя вести? Так? Попаду в рай или попаду в ад? И все такое. То есть это не все время говорят. Ты в центре, ты важнее. А дальше вот мы двигаемся, допустим, на Дальний Восток. И там мы видим параллельную перспективу. Да? Параллельную. Опять-таки почему? Да потому что, так сказать, идеология – это буддизм. Идеология – религия. А буддист хороший, он идет с метелочкой и чистит дорогу, чтобы, избавив Бог, на какую-нибудь букашку не наступить. А почему нельзя наступать на букашку? Потому что это сегодня ты человек. А завтра пойди, знай, может, это букашка или еще чего. То есть вот есть такой круг сансары, где все равны. Ничего лучше двух параллельных прямых это не передает. И отсюда параллельная перспектива. Значит, нету правильной перспективы. Ну теперь опять-таки существует как бы там перцептивная перспектива. Но я не об этом говорю. Я говорю о том, что человек не должен рисовать табуретку осознанно. Если я ее рисую, это для меня учебный рисунок, вот я хочу научиться, то легитимно использовать я могу связать две точки, чтобы сравнить их и провести линию. Хотя ее в природе не существует. Но в учебном рисунке она будет, потому что это как леса при строении здания. То есть эстетика и пафос, и смысл учебного рисунка, он совсем не такой, как рисунка, я не знаю, репрезентативного или еще какого-то. Поэтому учить надо, почему опять же надо уметь, по-моему, рисовать табуретку. Потому что для меня как бы искусство это некое пространство свободы. Так вот, если я не умею нарисовать табуретку, то я не свободен. Я должен уметь все. А дальше выбирать и компоновать так, как это нужно мне. Ты очень часто, как ты делаешь рисунок, и ты его можешь перенагрузить, так сказать, там будет много лишнего всего. В какой-то момент ты там уже сходишь с ума, там все ужасно получается. Хватаешь резинку и все стираешь. Так вот, то, что осталось, оно то, что и должно быть. Понимаете, там чуть-чуть добавилось. Так вот, ты очень часто учишься для того, чтобы это знание потом выкинуть. И, как говорил Куджава, чего не потеряешь, того, брат, не найдешь. Надо уметь, надо от чего-то избавляться. Я очень изменился. Больше того, я считаю, что я художником стал здесь. То есть, ну, я там принимал участие во всяких играх. При этом вы считаете, что художник – это не профессия, а вот педагог – это профессия. Вот понимаете, на самом деле, это хороший вопрос. Вся беда нашего времени заключается в том, что художник – не профессия. Понимаете, это первый случай в истории. Но вы преподаете, чтобы стали художниками. Подожди, сейчас, давайте по порядку. Значит, сегодня художник – не профессия. Это первый случай в истории. До этого художник был профессионал. Почему? Потому что он был нужен обществу. Да? Вот, и не было такого понятия «непризнанный художник». Просто не было. Потому что не бывает непризнанных сапожников. Ежели он не признан, так он и не сапожник вовсе. Правда? То же самое было с художником. Он мог быть признан на уровне королевского двора или папского, или у себя в деревне где-то. Но он точал какую-то продукцию, которая была нужна людям. Он обслуживал интересы церкви, он обслуживал интересы государства, партикулярных людей. Так сказать, он был нужен. Первый раз в истории, во всей, мы встречаемся с феноменом непризнанного художника только в конце XIX века. Вот там такая фигура Ван Гог. Правда? До этого никому в голову не приходило делать что-то для себя. Вот я, ведь она же лозунг, я пишу для себя. И начнем с того, что, как говорится, лозунги отдельно и дела отдельно. Там мухи отдельно и борщ отдельно. Потому что, как справедливо заметил Умберто Экко, единственное, что пишет литератор для себя, это список покупок, которые он хочет сделать на рынке. Вот это он пишет для себя. А все остальное, включая заполнение бланка на сдачу белья в стирку, это он пишет для кого-то. То же самое было всегда в искусстве. До нашего времени. И тот кризис огромный, который произошел в конце XIX, начале XX века и длился довольно долго, много десятилетий, он поставил художника вне рамок общества. Когда мой сын был в 11 классе, меня попросили выступить перед детьми и задали мне вопрос о связи художника и общества. Я, честно сказал, никакой. Вообще никакой. Я обществу не нужен. Да и мне общество, в общем-то, не нужно. Потому что мы существуем в разных плоскостях, в разных мирах. Вот смотрите, я вам дам очень простой пример. Вот сегодня люди, которые занимаются очисткой города, да, там, всяких мусорных баков и так далее, как там они называются, там, нечистильщики, как-то, уборщики, да, там. Вот они объявят забастовку. Ну, через три дня они получат все, что хотят. Потому что, значит, мы задохнемся все. Они нужны обществу. Правда? Врачи объявят забастовку. Если они объявят ее не в бархатных перчатках, неделя-две, а портовые рабочие, там, не знаю, опять же, музыканты, аниматоры, потому что без анимации сегодня ничего не происходит, интернета не будет. А вот теперь учителя объявят забастовку, тоже они получат свое, потому что дети, куда девать детей, надо, чтобы они учились и так далее. А вот художники объявят забастовку. И что будет? А ничего не будет. Вообще ничего. Почему? Потому что они обществу не нужны. Вот. И это произошло, потому что художники стали заниматься сами собой. Это долгие разговоры отдельные, но теперь дальше. Почему же существует еще профессиональное обучение? Значит, искусство пошло туда, куда оно пошло. И в него, вот, вы знаете, когда-то французы говорили, там, шершей ла фан, там, ищите женщину. Что-то неясно, ищите женщину. Увы, поскольку у нас гендерное равенство, и, так сказать, мы все политикали correct, то женщину уже теперь не ищут. Но, look for money, ищите денежку. Так вот, рынок искусства, он очень интересен, потому что искусство стоит очень дорого. скажем, вот сегодня, сколько стоит работа Ван Гога? Ну, она стоит свои десятки миллионов долларов, правда? И, не важно, она стоит 70 миллионов долларов, или там, 150 миллионов долларов, для нас с вами это без разницы, правда? Вот, но она стоит бешеные деньги. А как, как формируется цена? Ну, вот, скажем, баррель нефти, он сегодня стоит столько-то, завтра столько-то, и можно объяснить, почему он стоит столько, правда? А как, а почему Ван Гог стоит столько? А почему это? Потому что рынок искусства, он, там, в начале века была такая интересная штука, был такой проект, такой, здесь был Андрей Левель, он сделал проект, который назывался «Шкура медведя». Ну, типа, не, не, там, не лови медведя, не дели шкуру медведя, которого ты еще не поймал отсюда. Что они сделали? Они купили картины у нескольких художников, которые подавали надежду. Вот, среди них был Матиста, была первая его работа, которую он продал. Вот, прошло 20 лет, из этих художников кто-то вышел в люди, кто-то нет, но те, кто вышел в люди, их цены настолько поднялись, что это было невероятное вложение денег. То есть, вложение денег. Дальше, эти самые, британские профсоюзы вложили денежку в недвижимость, в акции и в искусство. Через 50 лет выяснилось, что самая большая прибыль была в искусстве. И, наконец, в Америке был принят закон, по которому, и может быть, это даже самое главное, по которому, если я сегодня жертвую какому-нибудь общественному учреждению что-то, то я освобождаюсь на эту сумму, вот сколько это сегодня стоит, от налогов. Вот, поэтому в американских музеях вы, допустим, не увидите вот Гоя отсюда и досюда, вы увидите Гоя там, Гоя там, Гоя там. Почему? Потому что это коллекция Меллана, это коллекция Хаммера и так далее. Они очень просто, там я сегодня покупаю на миллион долларов искусства, правда? А через 20 лет я дарю эту свою коллекцию музею и избавляюсь от налогов, на бешеные сотни миллионов долларов, потому что это все выросло. Таким образом, рынок искусства это удивительный, виртуальный рынок, который абсолютно не должен существовать, потому что там крутятся бешеные деньги, чудовищные деньги. Теперь, ну смотрите, все Ван Гоги, включая поддельных, они уже поделены, они уже где-то есть, и Рембрандт, и все. Рынку нужна новая кровь. Рынк, потому что, заметьте, сегодня у всех, у всех миллионеров есть своя коллекция. это престижно, это вот вроде я. Вот у Абрамовича есть своя коллекция, у Романа Абрамовича. Абрамович в искусстве принимает столько же, сколько я понимаю, в финансах. То есть мы с разных сторон. Но у него, он сам, это ему не надо, это ни к чему ему. Но у него есть куратор, который ему создает коллекцию. Потому что это, опять же, престижно, и потому что это дико выгодно. Но теперь, поскольку сегодня мы не можем, если раньше, допустим, вот вы шли на выставку, и вам нравилась картина, и вы ее покупали. Правда? Вот. У папы не было кураторов. Папа говорил, звал Микеланджи, и говорил, ну-ка вот, давай-ка, рисуй ты. Папа сам выбирал, кто ему будет. Ему не нужны были советчики. И у королей не было, и так далее, и так далее. Вот. Все это крутилось. Но сегодня, вот я, помню, была у меня выставка, вот как раз музей этого израильского искусства. И я там несколько раз заходил, потому что у меня были какие-то встречи. И я смотрел, как люди ходят по выставке. Вот человек входит в зал, и прежде всего он ищет текст. Потому что он, бедняжка, сам не в состоянии понять, как ему к этому относиться, что это такое. Ему надо, чтобы ему кто-то рассказал. Почему? Потому что искусство сегодня и публика, они разошлись, как в море кораблей. У них нет связи, значит, никакой. Он не знает, он прочитает, а потом уже он получил информацию, он пошел смотреть, и так далее. Так вот, поэтому сегодня в искусстве главное действующее лицо это не художник, это куратор. Это куратор, а это люди слов. Понимаете? В той же степени, в которой все знают эту фразу из маленького принца, самого главного глазами не увидишь. Но самого главного ты словами не скажешь. Понимаете? Самое главное в жизни говорится там улыбкой, жестом, прикосновением, но не словами. Потому что самое главное не в словах. А они люди слов. И поэтому искусство наше сегодня, оно словесное. Понимаете? То есть я, грубо говоря, вот сколько лапши я навешаю вам на уши, вот так, значит, оно и будет. Поэтому главный это текст, главный это куратор. А художник, он опять-таки обслуживающий персонал, который обслуживает интересы куратора. Вот поэтому они все-таки должны быть. и они как такие, знаете, вот как овцы, которых куратор, как такой баран, который там ведет на убой, он их ведет куда надо. Они, куратор, говорят, вот я вам приведу другой пример. Такой был один московский художник, Рогинский, Миша, Михаил. Я один раз с ним встречался в Париже. Изумительный художник. Так вот, вышла книга воспоминаний о нем. И там кто-то написал, я не помню кто, как он говорил с директором центра Помпиду. И он говорит, а вот вы Рогинского знаете? Он говорит, да, знаю, очень хороший художник. Он говорит, а почему же вы никогда его не выставляли? Он на него так посмотрел и говорит, понимаете, у нас кроме вас русских есть мальгаши, есть палестинцы, есть эквадорцы, все такое. От русских у нас кабаков. То есть, вот назначен художник, от русских все, достаточно. То есть, мы живем в очень искусственном идеологическом мире, который обслуживает свои собственные интересы. Никого, по большому счету, из людей, которые профессионально занимаются искусством, само искусство не интересует. А куратор делает выставку для того, чтобы продвинуть свои интересы. Художник это некий инструмент. Получается, что искусство вымирает? Я не знаю, вымирает ли оно или не вымирает, но то, что сегодня между зрителями и художниками пропасть, это, увы, так сказать, факт. И поэтому искусство, оно занимается самовоспроизводством, оно занимается таким играми в тексты. Понимаете, вы не можете, я вам скажу, вот знаете, я сделал, по-моему, открытие, которое тянет на Нобелевскую премию, только я еще не знаю в какой области. Вот, я открыл, чем наша эпоха отличается от всех остальных. Произошло это следующим образом. Однажды я решил сделать, развлечься и сделать работу среднего израильского художника. Значит, она должна быть концептуальна, она должна быть с текстом, она должна быть с цитатами из Лакана, из Деррида и откуда надо. В общем, короче говоря, четыре часа я поработал, сочинил текст, выдумал цитаты и называлась эта работа «Дыра в дыре и за дырой». Вот такое. Значит, представлял она себе большой такой щит, на котором был написан идиотский текст, идиотский, который начинался с эпиграфа «Тишину нельзя сыграть на балалайке». Вообще-то это «Пелевин», но я подписал «Витгенштейн». Вот. И, ну да, это был полный идиотизм. Понимаете, там было, по-моему, ежу было понятно, что это пародия и все такое. Значит, в центре была дырка, куда там заглядывал зритель, там было укреплено замазанное белой краской зеркало. В общем, бредятина. И я был уверен, что люди скажут, кто и Саша как-то здорово пошутил. Я был в полном шоке, когда все это было воспринято на полном серьезе. На полном. Вещи абсурдные. Я подхожу к женщине, которая в то время была зав. кафедры истории искусства Ливиевского университета. Я говорю, ну что вы скажете, как вам это нравится? Она говорит, вы знаете, это так глубоко, я не могу сходу ответить. И никто. И хотя там, допустим, было написано, как сказал Поль Кремье в беседе, я уже не помню, с Ливенасом или Витгенштейном, не важно. Но дело в том, что Поль Кремье это просто проезжал по улице, а это улица Поль Кремье, а был он какой-то французский сионист, который умер, когда Витгенштейн еще в пеленках ходил. То есть встречаться они не могли. Но я это написал. И что вы думаете? Значит, один человек говорит, как интересно. Я не знал об этом разговоре. Но в другом разговоре Витгенштейн с Поль Кремье сказал то-то. То есть на моих глазах разворачивается спектакль бешеного абсурда. Понимаете? И я так и остался с растерянностью, что вот я думал, что все скажут, как-то у кого-нибудь хорошо пошутил, а все это приняли всерьез. В двух галереях это было выставлено. И два раза все это слопали как вообще дикое откровение. Так вот. А потом еще был такой один французский Паже, его звали, Федерик Паже, журналист, который выдумал философа какого-то по имени Батуль. И стал от его имени книжки писать. И полный идиотизм. Причем этот Батуль был глава довоенной школы парагвайских неокантианцев. Представляете? Ну вот. Так вот, а Бернар Льви в книге против Канта прямо цитирует его кусками этот бред. Понимаете? Так вот, открытие, оно простое. Наша эпоха отличается от всех остальных эпох только одним. Если мы говорим о прогрессе техническом, то ведь еще вопрос что было более революционным? Там изобретение компьютера или изобретение колеса? Прогресс он все время течет, он все время двигается. Ничего по сути дела сильно уж так не изменилось. Изменилось только одно. Дело в том, что пародию в наше время невозможно. Пародию вы можете написать на все на что угодно. Кроме одного вы не можете написать пародию на пародию. То, что я сделал, то, что я сделал Топожа, это доказывает. А значит, тогда логически рассуждаю, получается, что само наше время, наша эпоха она пародия. Она пародична, пародийна. К сожалению, это касается всего, в том числе искусства. Касается и политики, да? Ну, смотрите, вот такая фигура, как Жириновский, например. Я его обожал, мне так жалко, что он умер. Потому что это был великий художник. Вот он настоящий футурист. К политике никакого отношения. Он просто вот, это акционизм такой был прекрасный. Или возьмите Трампа. Это же все пародии такие. Что делать? Теперь дальше. Существуют, наверное, времена, когда, да, и существуют какие-то дураки, идиоты, которые чего-то делают. Иногда, значит, вдруг находятся люди, которым это интересно, которые на это как-то реагируют. Понимаете, значит, это все-таки существует. То, что это сегодня скорее андеграунд такой, это неофициальное искусство. Официальное искусство делается музеями и кураторами. Понимаете, как всегда, по ошибке туда может как-то кто-то попасть из нормальных людей, но по большому счету искусство сегодня, возможно, уходит в какие-то катакомбы, где пытаются сохранить хоть какой-то смысл. Период очень тяжелый в том смысле, что кризис он не случайный. Такой кризис в искусстве был при переходе от античных времен к средневековью. И тогда, кстати говоря, что интересно, культура тоже вернулась к знаку, потому что парадигма развития европейского искусства это был путь от знака к некому, так сказать, грубо говоря, отражению реальности в форме художественного образа. Но опять мы перешли к знакам, к текстам, к такой странной символике того-сего. То есть я вам загадываю некую загадку, а вы, зрители, должны ее отгадать. Понимаете, бывают хорошие концептуальные искусства. Любое искусство концептуальное, не бывает искусства неконцептуального. Это как Пикассо говорил, что я не понимаю, что значит работа без сюжета. Вот, допустим, есть холст, покрашенный в зеленую краску, значит, есть сюжет зеленый цвет. любая работа, она концептуальна. Но есть, бывают хорошие концептуальные работы, которые создают образ, сильный образ, метафору, и тогда это работает. Но большинство этих образов, они вам, большинство этих концептов, они вам с очень важным ученым видом сообщают, что дважды два, четыре, или что дважды два, не четыре. Но уже и в том кино, и в том кино мы бывали по многу раз. Вот, я вам в качестве примера приведу такой классический перформанс, вот, это самое Абрамович, Марина Абрамович, когда она сидела обнаженная в галерее, и были разложены всякие там ужасные предметы, и было сказано, что люди могут делать с ней все, что хотят. Люди сперва немножко тусовались, и потом кто-то ее ножичком стал пихать, кто-то еще чего-то. Ну, в общем, чуть не убили бедную акционисту. Ну, а теперь вот хорошо, а что такого мне, собственно говоря, зрителю говорит этот перформанс? Он мне говорит, что люди скоты, что если человеку позволить, вот просто позволить делать все, что угодно, он доходит до такой степени гнусности и низости, что дальше некогда. сообщать мне это после того, как была катастрофа, после того, армянка, после того, как была резня в Турции, после того, как на наших глазах происходит в Сирии и то, что на наших глазах происходит сейчас в Украине, ну, сообщать это просто как-то смешно, потому что мы все это знаем и без того, чтобы был этот перформанс. понимаете, вот, настоящее искусство, его нельзя передать словами, оно живет само по себе, оно такой вид неорганической жизни, вот, и оно, как, оно, для меня символ большого искусства это некая пустота. Что это значит? Я приведу пример из области литературы. Я, как правило, раз там в 10 лет что-то такое перечитываю «Войну и мир». Вот. И всякий раз я читаю другую книгу, потому что я изменился и книжка изменилась вместе со мной. А вот есть книги, которые не меняются, их читать неинтересно. Понимаете, сколько раз я не видел, скажем, еврейскую невесту Рембрандта, столько раз я видел новую работу, совершенно другую, совершенно другую. Я не могу рассказать вам, о чем эта работа, я ничего не могу про нее рассказать. Вот. Но она меняется, с ней можете жить бесконечно. Понимаете? Вот. То же самое с великими, с великими вещами. Они не пытаются слова. А наша эпоха это эпоха слов. Это эпоха девальвации. Эпоха девальвации слов. Но это то, что есть. А что-то можно изменить? А я не знаю. Я не знаю. Что значит можно изменить? Вы преподаете, вы видите в лицах ваших студентов надежду. Я всегда говорю, что я думаю. Вот, например, когда я преподавал на архитектуре, я с наслаждением, так сказать, поносил баухаус. А баухаус это наше все. В Израиле все выросло на баухаусе. А я же со страшной силы его поносил. И поносил я его не просто, потому что мне это не нравится или не нравится, а у меня были какие-то некие аргументы. Но я это поносил для того, чтобы эти люди задумались, чтобы они не ели всю вот ту жвачку, которую им дают, чтобы они ее не жевали, не думая. Чтобы что-то они выплюнули. А может, наоборот, они будут со мной спорить и доказывать мне, как это замечательно. Но я хочу, чтобы они думали, чтобы у них была открытая, так сказать, голова. поэтому я всегда говорю то, что я думаю. Я надеюсь, через мои руки прошли если не уж наверное тысячи студентов. Я надеюсь, что они немножко изменились после того, как мы пообщались. Я все время у меня и все время говорю им вот он сделал он провел линию. Я говорю, почему ты провел эту линию? И я же и я за рынок говорю, если ты мне скажешь, что так я чувствую и так я ощущаю или что мне так хочется, так я тебя просто выкину из класса и больше не приходи. Ты должен знать, почему тебе так хочется, почему ты так думаешь. Вот в процессе обучения ты должен мне ответить на эти вопросы. Потом дальше не надо сгибать углы режших интуиция. Все это я признаю. Но сейчас ответь мне на это. Потому что ты отвечаешь за свои дела. Понимаете, когда я слышу всякие такие банальные пошлости от каждого второго студента бецалеля там его заспрашивают, что ты хочешь? Он говорит, я хочу прорвать рамки. Я сейчас сижу в стороне и думаю, голубчик, ну ты сперва обзаведись рамками, а то у тебя нет, тебе нечего прорывать-то. Вот. Понимаете, когда художник говорит, что я работаю для себя, в этом есть правда, но это только маленькая часть правды, очень маленькая. Потому что если ты работаешь для себя, ну ты хорошо, сделал работу, ну и поставь ее к стенке. А что ты хочешь ее выставить? Почему? А почему ты потом хочешь, чтобы про нее написали? Раз уж ты для себя работаешь, значит не для себя. Значит, это язык, на котором ты говоришь с людьми. Он другой язык, но он язык. И мы как бы, поскольку человек, вы знаете, когда я прочитал фразу Рильке, много-много лет тому назад, я был очень молод тогда, я прочитал фразу Рильке, что в самом своем большом горе, в самом своем большом счастье человек всегда одинок. И ну про горе ладно, а счастье-то почему? И на самом деле Рильке был прав, потому что человек одинок изначально, он одинок, каждый умирает в одиночку, ничего ты с этим не сделаешь. Вот. Но человек это и стайное животное тоже. Ему общение необходимо в той же мере, в которой необходимы одиночества. Вот надо каким-то образом соблюдать этот баланс. И поэтому если художник озабочен состоянием своих кишок, так сказать, душевных или каких угодно, Бог и ради, но я-то здесь при чем? И почему это должно меня трогать? Это же его кишки. Вот пусть он ими занимается. Но ежели он озабочен, если мы оба больны одной болезнью, так сказать, и у него болит живот, и у меня болит живот, нам есть о чем поговорить. Знаете, как стрички там, что у вас болит, как давление было в члене. И много интересного, много общего. Вот. И то есть только там, где мои интересы, мои личные интересы входят в соприкосновение с его личными интересами, вот там вот есть искусство. А если он только для себя, то мне он неинтересен. Мне неинтересно чужое самовыражение, потому что мне чужие люди неинтересны сами по себе. Я, как любой человек, мне прежде всего интересен я сам. Так вот, в Рембрандте я нахожу самого себя. Еще как. Понимаете? Вот. И у него есть один гениальный портрет. Это портрет Иеремии Деккера. На самом деле, ежели, так сказать, рассуждать, то это скандал, а не портрет. Потому что все, что вы видите, там, это воротничок белый и нижнюю четверть лица освещено. Вот такая нижняя, только с этой стороны. Вот так освещено четверть лица и воротничок. И все. Все остальное в тени. Тоже мне портрет. Но вот здесь мы опять же говорим в пустоте. Это же портрет, да, это портрет конкретного Иеремия Деккера. Это Иеремия Деккер написал чудные стихи по этому поводу. Вот. Но это еще и мой портрет. Вот почему. Потому что там в тени это и шляпы, это знаете, вот как вот последний вот он осветил что-то и вот сейчас он погаснет и человек умрет. Он уйдет в тени. Уйдет в тени. И вот там вот в этой тени в этих глазах такое и грусть от того, что это должно произойти и принятие этого, потому что куда ж денешься. И все то, что касается меня, не Иеремия Деккера, а меня. Я в этом портрете вижу свои проблемы. Понимаете? Это мое. Рембрандт гений. Потому что я не знаю, чего он там думал и как он думал, но я знаю только одно, что я воспринимаю этот портрет так. И что Иеремия Деккер помер через три месяца после того, как портрет был закончен. Рембрандт не мог этого знать. Он не мог этого знать. Тем не менее, это произошло. Но это портрет конкретного человека и в то же время это универсальный портрет на все времена. Понимаете? Вот. Потому что у Рембрандта, видимо, осознанно, неосознанно, ему тоже там помирать не хотелось. Ему тоже он дошел до возраста, когда об этом ты думаешь. Как-то это все вошло в эту работу. И это наши общие переживания. И тогда это работает. А, так сказать, выборачивание кишок персональных каким-то там художникам меня мало интересует. Но его кишки пусть он их нюхает. Почему я? У вас есть любимые стихи? Ой, у меня довольно много. Вот сегодня ночью, например, до этого днем прошлом я там кому-то говорил, читал строчку там «Пускай она поплачет, ей ничего не значит». И все думал, а как же начинать стих? И сегодня ночью вспомнил. «Поговори со мною, брат» вот от Лермонтовской стихотворения. На свете мало говорят, мне остается жить. Вот это стихотворение. Есть прекрасные стихи, скажем, три времени даны Жаменом от рождения, мы в прошлом, нынешнем и будущем живем. День прошлый прилетит и так далее, и так далее. Это Рансар или там одно из прекрасных стихотворений о живописи «Любите живопись баэта, ведь ей единственное дано душедаинственные приметы перенести на полотно». И вот там тоже ведь удивительна поэзия тем, что она словами выражает то, что словами выразить нельзя. И вот как как Заболоцкий Сюринфрунд говорит «Полуулыбка, полуплачь, полуполу». Вот это невозможно определить. Ее глаза как два тумана, ее глаза как два обмана. А что вас вдохновляет в жизни? Вот есть нечто одно, что всегда вас держит? Я рабочая лошадь. Вы знаете, вот я в 8 утра прихожу в мастерскую, в 8 утра ухожу. Вдохновение. Знаете, очень правильно сказал Энри Мур, что музыка, конечно, существует, но когда она придет, она должна найти тебя за работой. Ты должен работать вне зависимости от того, есть у тебя вдохновение. Иногда, иногда, очень редко, очень редко, но случаются такие мгновения, когда ты понимаешь, что ты не больше, чем инструмент. Вот как будто через тебя кто-то что-то куда-то перекачивает. А ты такая трубка, и через нее куда-то это все идет. И Марина Цветаева очень правильно сказала, что настоящий художник никогда не скажет я сделал. Он скажет у меня получилось. Это по сути дела в общем-то религиозное чувство, но это тоже, когда вдруг оно все происходит само собой. Вот это те мгновения, ради которых ты живешь. Они очень редкие, но они случаются. Вдруг оно получается, а все остальное ты чернорабочий. А любовь какое место занимает? Ну все на свете любовь, так сказать. В общем-то, знаете, когда ты занимаешься, ведь это же наша работа, она тактильная. Мы же мажем, там, тревом, что-то все руками. Это прикосновение, а прикосновение это самое интимное, что существует на этом свете. Вот. Ты занимаешься любовью с бумагой, с краской, так сказать. Это все вещи одного. Знаете, я очень люблю историю про Бернстайна. Мне дико повезло в жизни, потому что я приехал в Израиль и много раз слышал Бернстайна. Это гений невероятный был. Так вот, один дирижер рассказал, что он встретил Бернстайна в Париже, кстати, еще молодого. И у Бернстайна на руке был здоровые часы такие. Это что-то второму дирижеру сильно мешало. Он все время на эти часы смотрел, смотрел, потом говорит, слушайте, Леня, вы когда дирижируете, вы снимаете часы? А Бернстайна сказал, когда я дирижирую, я снимаю все. Вот. Но это и есть занятие любовью. Когда вы занимаетесь любовью, вы снимаете все. Вот вы такой, каким вас мама родила. Вот. И то же самое здесь происходит. Вот иногда вдруг ты работаешь, у тебя ничего не получается. И это очень тяжелые моменты, это ужасные моменты, но они часть твоей жизни, и ты никуда не можешь делать. А иногда вдруг вот оно пошло, вот оно случилось. И это какая-то я не говорю здесь в серминах победа, не победа, но вот это мгновение, когда ты жив, когда ты как бы оправдываешь свое существование. Вы задаетесь вопросами, да, наверное? Что ж так? Нет, тут я даже не знаю, задаюсь ли я вопросами, вот это случилось, это чудо. Мыслящий человек, он всегда задается вопросами. Есть какой-то вопрос, который вы всегда задаетесь? Да нет, я человек простой, вот там, я задаюсь чем приготовить на ужин, например, там, что сделать. Не, не, вы знаете, вы сейчас мне задаете вопросы, на которые я, вы знаете, есть такое животное, многоножка, да, много у нее ног, вот вы спросите у многоножки, что делает твоя сорок пятая нога, когда семь из четвертой делает шаг вперед, и многоножка остановится, потому что есть вещи, о которых не надо думать, ты живешь, я думаю, ведь я думаю краской, я не думаю словами, но иногда думаю тоже словами, разумеется, но есть вещи, которые, вот, допустим, вот что-то происходит, и оно происходит, и я не уверен, что надо думать, надо что-то делать, а потом ты смотришь на работу, вот когда ты делал, 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 а потом ты остановился, сел и посмотрел, и вот здесь надо думать, почему это плохо, что здесь, что надо сделать, вот здесь ты думаешь словами, там, часто очень, здесь надо усилить, здесь, а потом ты опять начинаешь работать, и здесь не надо думать, потому что если вы начнете думать, как вам перепрыгнуть через лужу, то скорее всего вы в ней окажетесь, если уж прыгать, так а, вы прыгнули, и все. И перепрыгнули. А начнете думать, так вы окажетесь в луже. То есть надо все время как-то знать, когда думать, когда не думать. Что вы напоследок скажете нашим зрителям? Что-то такое, чего еще не говорили до этого. Ну, чтобы здоровы были. Как же? Прежде всего, здоровье. Очень важно. И весело. Чего там? Знаете, в этой жизни мы такие все время несчастные, большинство из нас. Потому что там недоплатили, здесь недогладили. Но на самом-то деле в жизни всегда есть то, чему радоваться. Вы знаете, я работаю в этой мастерской. Мы сегодня в субботу. Во все остальные дни недели здесь безумно шумно. Чудовищно шумно, потому что это рабочий район и всякое такое. Я этого шума не слышу, потому что я работаю. Но когда я прихожу сюда в субботу, я слышу тишину. Понимаете? И я этим наслаждаюсь. Каждым мгновением этой тишины. И всегда есть в жизни... Вы понимаете, вот ты идешь, думаешь, тебе все плохо, там это нехорошо. А посмотри, вон, как дерево растет. Или как облако какое-то встало в удивительной форме. То есть в этой жизни всегда есть что-то, что может сделать тебя счастливым. Вот это правда. Понимаете? Просто мы такие сукины дети, что мы не хотим этого занимать. А вот если ты научишься быть счастливым каждую секунду, потому что очень жалко, жизнь-то она конечна, чего же ее там так тратить, то это самое большое, чего можно пожелать человеку. Вот чувствовать себя счастливым. Как говорил Козьма Путков, хочешь быть счастливым, будем. Вы в первую очередь себя чувствуете педагогом, а потом художником, да? Нет, я бы не сказал так. Я бы не сказал так. Понимаете? Я бы сказал так, что я люблю преподавать. Во-первых, я люблю преподавать. Но я, знаете, Елель сказал, очень многому я научился у своих преподавателей. Еще больше я научился у своих товарищей, но больше всего я научился у своих учеников. Дело в том, что я не могу себе позволить сказать студенту, ну, это нехорошо. Я ему должен объяснить, почему это нехорошо. То есть я должен ему, или почему это хорошо. И очень часто те вещи, которые для себя ты не проговариваешь или недосмысливаешь, в процессе преподавания ты должен их довести до четкой формулировки. Это очень помогает. Понимаете? Я еще иногда говорю, что если бы я мог бы сделать все то, чего я говорю своим ученикам, то я был бы хорошим художником. Потому что говорить-то легко, а сделать-то гораздо труднее. Вы писали книги сейчас. Пишите какое-то? Нет. Мне нечего больше сказать несчастному человечеству. А все, что Бог сказал. То есть вы написали сколько книг? Шесть книг? Да. Немало. Вот. Но они всегда получались случайно. То есть, понимаете, вот как я начал писать. У меня была большая выставка, первая моя выставка в Музее Израильского искусства. И я после нее впал вполне, так сказать, в пострадовую депрессию. Ну, вот очень-очень похоже. Наверное, у всяких так называемых творческих людей они такие, наверное, женственные по своей природе. Потому что в общем, очень похожие состояния. И я приходил в мастерскую, сидел и ничего не делал. Потому что что-то делать, потому что я что-то умею делать, просто неинтересно. И зачем главное? Для чего? Вот я приходил в мастерскую и тупо сидел. Целый день. И ничего не делал. А я рабочая скотина. И руки, они привыкли чем-то быть заняты. И тогда я начал писать, просто буквки доводить, чтобы хоть как-то чем-то себя занять. Так получилась первая книжка. Как называется? Она называлась книга о вкусной и здоровой жизни. Вот. Как бы кулинарная книга. Как бы. Потом, значит, у меня сын вошел в этот самый отвратительный подростковый период. И мне хотелось ему сказать какие-то вещи, но я прекрасно понимал, что он слушать меня не будет. Поэтому решил, что я книжку напишу. Потому что книжку он, может быть, прочтет. Так появилась вторая книжка. Книжка о рисунке появилась... А! Потом мне захотелось просто рассказать то, что я думаю. Вот то, о чем мы с вами говорили. По большому счету. Типа, и не говорите, что вам никто этого не говорил. Вот. Так получилась еще одна книжка. А потом получилась книжка вот рисунки. Да, роман с карандашом. Роман с карандашом. Вот. И она вот должна выйти на иврите. Я хочу, чтобы она вышла на иврите, потому что, мне кажется, она может принести пользу. Вот. А потом, как бы на волне этой... Там, там, в России был достаточно большой неуспех. Написалась еще одна книжечка, которая такая... Тоже рассуждение об искусстве, перемешанное со всякими там... У меня проблема в том, что то, что я пишу, да и в живопись тоже, я не влезаю в какой-то ящик. Это искусствоведение, но не искусствоведение. Это байки, но не только байки. Понимаете, это какая-то каша, которая не лезет в какие-то эти... Все взаимосвязано. Да, ну, по идее, я надеюсь. Вот. А еще книжка, это книжка об Израиле, которую в свое время нам с Игорем Губерманом попросили написать путеводителя по Израилю. Ну, мы и написали, как бы. Вот. И эта книжка... Сейчас я вам напишу. Это путеводитель. Ну, это как бы путеводитель. Опять же, понимаете, это опять же, как бы путеводитель. Но это не путеводитель. Понимаете, вот у меня всегда так получается. Здесь написано путеводитель по стране сионских мудрецов. Да. Вот. Но это на самом деле не путеводитель. Это книжка об Израиле. Она впервые вышла в Израиле. До этого она несколько раз выходила в Россию. И вот там. Там у нас была презентация первая. Это было очень забавно. Дело в том, что когда я эту книжку писал, то я как бы представлялся, а для кого я ее пишу. Я подумал, что я ее пишу для человека, не еврея. Прежде всего. Не для евреев. Это для человека, который знает, что где-то там на Средиземном море есть такая страна, куда можно поехать в отпуск. Погреться на солнышке зимой. Еще что-то. В общем, он при ней услышал про эту страну. Но не так, что-то. Вот она для него. Вот есть Парагвай, есть там Турция, вот еще есть Израиль. И у нас была презентация в Москве в двух магазинах центральных, значит, в Доме книги на Арбате, на Новом, и в магазине Москва на Тверской. Ну и там после этого подписываешь же книжки в Те Сенсейшн. И вот на второй презентации, как раз, которая была об этом самом в Доме книги на Арбате, вот люди идут подписывать, и вдруг я вижу женщину, и я ее узнал. Она уже была на той презентации, она купила книжку, я ей подписал, а теперь она опять стоит, она опять купила, опять книжку. Ну, не мое это дело, как бы, но я так на нее пристально посмотрел, и она поняла, что я ее узнал. И ей надо было как-то себя оправдаться, чего это было. И она так на протяге ножку говорит, понимаете, дело в том, что у моей сестры случился легкий приступ антисемитизма, так это я для нее покупаю, думаю, поможет. И я тогда понял, мы свое дело сделали. Вот, вот, то есть я рад, что эта книжка случилась, потому что она на миссию выполнена. Какой я художник, хороший или плохой, это каждый сам по себе решает. Я не могу сказать, что я хороший художник, потому что, кто знает, может, хороший, а может, нехороший. Но преподаватель-то я хороший, потому что для нас там существует система таких фидбиков. То есть студенты ставят, заполняют в конце года опросник, и они дают вам по, не знаю, 10, по-моему, параметрам, отметки. Там, насколько вы объективны, насколько интересно слушать вас курс, насколько вот этот курс вам, да. Короче говоря, максимум ты можешь набрать 400 баллов. При этом, вы же понимаете, достаточно одному человеку тебя, как ты слетаешь. Поэтому, в принципе, если человек набирает больше 350 баллов, то это очень хорошо. Я думаю, что я поставил абсолютный рекорд в Пиццалеле, потому что два раза я получил до 400. А так дальше обычно 380-390. То есть я всегда на самом-то туре был. Я это знаю. Так вот, система такая. Они мне доверяют. Я хочу, могу их и везти на улицу, и гулять с ними по городу. Я их учу так, как я считаю нужным. Вот при этом какой-то другой человек тоже учит, как он считает нужным, при этом я считаю, что он их калечит. Вот. Ну тут уже ничего не поделаешь. Эти ребята, они же приходят взрослыми, не как в России. В России там после школы. Это еще не взрослые. А здесь люди уже отслужили армию. И то, и все, и пятое, десятое. Они знают, чего они хотят. И в ту секунду, когда они понимают, что ты их можешь чему-то научить, они к тебе присасываются, как пиявки. И начинают тебя доить так, что ты на дрожащих ногах из класса выходишь. Ну, это же такое. Да, да, да. Потому что они свое требуют. Они давай, 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 типа, давай. Конечно, хорошо. Другое дело, что, опять-таки, что плохо, что средний, так сказать, культурный уровень, он до обидного низок. То есть, испытание вопросов. Нет, они не воспитание. Они, понимаете, они, это то, к чему их приучают. Вот есть только современное искусство. Все остальное это не нужно. Если вы спросите, там, вот, например, фрагонар. Они не знают такого фрагонара. Да. То есть, я, так сказать, занимался ликбезом в той степени, в которой я мог и приучал их к этому и так далее. Вот вы говорите о современном искусстве. Например, ни в одном учебном заведении Израиля на факультете искусства нету предмета, как дисциплины, композиции. Нету. Хотя это главное, то, что есть. Все композиции на свете. Да. И нету, допустим, курса копирования. Ни в одном. Между тем, не было ни одного большого художника, который не копировал бы. Потому что копировать это учиться. Аудиория училась. А? Аудиория училась. Вот. Поэтому я у себя в мастерской веду курс единственный в стране анализ композиции и копировали. Вот. И тоже и дюрера копируют. То есть, у современных студентов нет чувства самого совершения. У них нету, у них, они, они живут, сегодня, они, их так приучают жить. Сегодняшним днем? Сегодняшним днем, да. Понимаете, вот важно только сейчас. Они не поэты, они журналисты. Они журналисты. Понимаете, это в том смысле, вот есть новость. Она сегодня, там, я не знаю, тоже случилась. Все, на первой странице, но завтра-то уже это будет неинтересно. Значит, надо дать новую новость. Нон-конформизм. Вы считаетесь одним из членов коммун-конформистского движения. А вы до сих пор читаетесь? Вы себя считаете нон-конформизмом? В каком-то смысле, да. Я вам скажу, почему. Потому что я занимаюсь вещами, которые не являются нормой общества. Да, да, если угодно. То есть, там вот сегодня надо, есть один художник, я не буду называть его имени, очень талантливый человек, очень умный человек. Так вот, он, сколько я его знаю, он, как говорится, колеблется вместе с линией партии. Вот. Сегодня в моде фигуратив, он фигуративный. Завтра надо будет делать большие работы, он будет делать большие. Послезавтра маленький будет делать мальчик. То есть, он все время вот на этой волне. Знаете, вот как оседлал волну и вместе с ней идет. Мне это не интересно. Мне это не интересно. Вот. Поэтому я не играю в эти игры. Вот. И в этом смысле я, конечно же, хотя бы потому, что я там, я, например, все время нахожусь в каком-то сохранении, если заканчивается. В каком-то диалоге для себя самого с художниками, которые для меня что-то значат. И потом я не, понимаете, для меня классика, она современная. Потому что, если она не современная, так она и не классика. классика, она релевантна во всем. Просто она по-разному выглядит. Вот она меняется. Сегодня мы видим, смотрим на Нефертити не так, как смотрели на нее 3000 лет назад. Мы видим там что-то совсем другое. Люди там ахают от Босха, но современники Босха читали его работы, но совсем не так, как читаем их мы. То есть работа все время меняется, она все время поворачивается к нам каким-то другим фасетом, другим лицом. И мне это интересно. То есть я всякий раз, когда, ну, например, вон та вот картинка, да, вот эта вот, это лавка пряностей, вот с таким гаремом в середине. Ну, естественно, что там это отсылка к миниатюрам, вот, к иранским миниатюрам, ко всему, да, ну, пытаюсь рассказать со своей интонацией, а интонация меняет все. Вот, но я при этом все время нахожусь в каком-то для себя контакте с великими мастерами, там, с Гоей или с античными мастерами. Все время находишься, прорастаешь откуда-то, куда-то, чего-то, так сказать, любой художник это такое звено, в цепочке. Цепочка не сна сна началась, надеюсь, она не закончится. Вот. Ну, и так же, получается, вы видите, там вышит, друна, на обложку даже, вы видите, поместили мою тюшку. Какой бы был 19-й. Это, да, это у меня была русская в Тумбурском музыка. Как раз. в Тумбурском случается. Ну, так. Вдруг, вдруг, вдруг случается иногда это такое. Что меня очень удивляет. и вообще меня всегда удивляет, когда выясняется, что кому-то это не безразлично. Конечно. То есть, я-то, это такое приятное удивление, что, оказывается, кому-то это надо. Кто-то от этого тащится, кто-то, кому-то что-то говорит. запахно, странно, но все равно приятно. Вот сейчас там у меня работы висят в Альбертино. Альбертино один из самых знаменитых в мире музеев. Вот. И я вам скажу прямо, там слева от меня висит Раушенберг, справа Энди Ворхол. То есть, все такие имена, я каким-то образом затесался вот в такую хорошую компанию. Вот. Но при этом я посмотрел на Уорхола, посмотрел на Раушенберга, посмотрел на свои работы и подумал, нормально, ничего страшного. Вот. Но при этом, при этом, следующая мысль, а вот если бы слева от меня висел Рубенс, а справа Ремберт, я бы от стыда не знал, куда провалиться. И Ревнуард. Много я могу назвать его. Понимаете? Я бы не знал, куда от стыда деваться, куда там провалиться сквозь землю. И вот. У меня как раз была вот эта серия. А вот здесь, нет, ну это все не, не, это старая работа, вот эти работы там были. Серия с этим самым, с Шалатом. Вот эти вот. Вот. И вот эти вот работы, они все были там как раз, но я потом только сообразил, что это реакция на взрывы, на все. Опять же, я никак не мог понять, почему я крашу людей, у которых, голых людей, которые вместо того, чтобы заниматься в постели, любовью, смотрят телевизор, новости. И только потом я сообразил, что это была какая-то вот такая реакция на взрывы, потому что все же все время вот так вот, чуть-чуть, чуть-чуть, что. Да, да, да. То есть, с кем вы имеете вот эту зависимость. Да, да, да. Я в полу. Так вот, и, значит, было там рецензия, ну что помер этот критик, такой, в Джерузовом посте. И там был, ну по-английски там было написано, что it's about a love stupid. Что все, на самом деле, про любовь. Да, да. То, что, про то, что они такие, такие, прямо скажем, не Афродиты и не Аполлоны, так, ну да, тоже люди. А вот это, например, видите, вот я тебе говорил, что я все время в неком контакте, да, вот это, например, наш привет Сезону, потому что это гора Сен-Вектуар. Видите? Ух ты. Прямо? Да, да. Да. Ну, такие, ти-ти-ти-ти. Но вы понимаете, что нужно знание. Студенты должны изучать. Да, да, должны знать. Но чем больше знаешь, тем интересно. Конечно. Вот проблема в ней знаний. Вот это, у меня тут тоже, я когда красил эту силию, тут много облаков, видите? Да. Вот, Так я честно шел на крышу, на свою, меня фотографировали, а я красил, а я честно красил облака с натуры, и это самое, вот, у меня много-много таких, видите, эскизов облаков, так встретил я, причем все это быстрые такие, знаете, на лету облака, потому что я не могу красить просто, мне надо понять, что такое облака, но понять его будет только дело, так вот, я там, директора Баэта Марим, она говорит, что, че, представляете, чем ты занимаешься, облака рисуют, то есть, как такое облака, ну, говорю, ну, так вот, говорит, аж карамейстоклют в ужасе, То есть, что еще кто-то с этюдником красит с натуры облака, для него это просто ужас какой-то Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok